Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару. У меня сегодня аллергия, у меня глаза вообще не работают и не видят. У мамы аллергия, у меня опять вступила в спину, нервы защемило. В общем, мы сегодня очень прекрасные, даже не накрашенные. Меня сейчас будут облизывать, Бася, фу-фу-фу, гадости. Я не сказала, я буду сегодня в тёмных очках сниматься, просто вообще глаза не видят. И нос сопливый, так что извиняйте. У нас есть вопрос. От однажды утром. Классно так, однажды утром. От однажды утром. Вы себя в каких-то любимых продуктах ограничиваете по состоянию здоровья? Где находите силу воли? Ну, иногда сила воли нас подводит, и мы начинаем всякую фигню есть. Из-за этого у нас сейчас у мамы, у меня изжога, у мамы другие проблемы с желудком. Вот вчера то, что мы дегустировали... Надегустировались. Да, надегустировались. Вот рис уже давно нельзя. Однозначно. Маме рис нельзя. А сегодня я ещё яйца поела. Аня говорит, давай яйца, давай яйца. Я уже давно знаю, что мне нельзя яйца. Картошку. От картошки не очень хорошо. Капуста. Мама капуста сейчас купила. Да, я очень люблю капусту. Просто умираю. Я всегда ела капусту во всех состояниях. Мама себя постоянно ограничивает в баранине, потому что... Ну, от баранины очень плохо. И мы последний раз в баранине... Вот как раз, когда мама делала рецепт с бараниной. Да. А до этого мы, наверное, 2 или 3 года баранину не ели. Так что, да. В баранье мы себя ограничиваем. Свинину мы не едим. Ну, просто я свинину не особо люблю. Нет, свинину мы не едим из принципиальных снижений. Ну, из принципиальных и по здоровью тоже. И не тянет. Ну, вы знаете, откуда силу берём? Силу воли. Во-первых... От результата я беру силу воли. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Но я беру силу воли от результата. То есть я знаю, что мне будет очень плохо. Это на самом деле несколько дней может быть плохо от какой-то еды. Буквально там, я не знаю, 15 минут, 10 минут будет хорошо, а потом будет очень плохо несколько дней. Поэтому мы говорили, что на самом деле у нас достаточно однообразное меню. Вот то, что мы вам показываем, это и есть какие-то проблески. Слушай, одно и то же слово. Сразу же. Да, поэтому мы не снимаем то, что мы едим прям вот каждый день одно и то же. Мы снимаем только... Аня ест овсянку, я гречку. Да. Как я уже говорила, суп куриный, курица варёная, ну и какой-то гарнир. Сладкое. Мы пухнем на сладко. Да дело же не в пухнем. Нас не про пухнем спросили. Ну, понятное дело. Но, кстати, сладкое нам тоже очень многое нельзя, и много сладкого нельзя. Но вот сладкое, наверное, это единственное, что мы себе позволяем постоянно. Вот. Следующий вопрос от Иринки Че. Скажите, пожалуйста, какой был самый героический поступок в вашей жизни? Героический? Вообще даже не представляю. Я не героический. Я знаю, какой у меня был героический. Какой? Я тебе рассказывала. У меня папа однажды мыл очень-очень большую такую бутыль, вот огромная такая бутыль. Он делал на даче вино в этих бутылях, такие, знаете, огромные. И вот он мыл в ванне эту бутыль, никого кроме меня и папы дома не было. И он её разбил. И очень сильно порезался. И самое главное, что у него вот из этой части отскочил кусочек плоти. И он мне говорит, найди среди этих осколков и дай мне. А у меня, вы знаете, от вида чужой крови, вот мне сразу так жалко человека становится. У меня сразу подкашиваются ноги и отваливаются руки. Я была маленькой, обрезалась, вот у меня есть маленький шрамик. Маленькая я обрезалась. Мама подошла, у неё ноги подкашиваются. Говорю, мам, надо же заберутовать. Она говорит, сейчас хочу подождать, подождите. Я говорю, пап, я не могу. Он, знаете, так строго на меня посмотрел и говорит, а если вот твой ребёнок вот будет так умирать, ты что, не найдёшь ему этот кусочек? И представляете, я нашла этот кусочек, взяла его в руки и отдала папе. И мы поехали в больницу, и ему там это дело пришили. Вот я считаю, что это был самый героический поступок, потому что, ну, мне было очень страшно. Просто ужас какой-то. Вот. Это же я не знаю, какие у меня были героические поступки. Мне кажется, что уколы я делаю героические. Кажется, у вас? Героические. Ну, по крайней мере, первый раз точно был героический. А, у меня был один случай, когда я делала маме укол. Подержи. Я делала маме укол. У меня по какой-то непонятной причине. Я пыталась вколоть его, но он у меня этот шприц отскочил. И вот так вот насквозь руку вот здесь вот мне проколол. Я ещё так смотрю, говорю, прикольно. Мама говорит, что, что, что ты сделала? Я же не вижу, я же спиной стою. Я ей говорю, ты можешь повернуться, я тебе ещё ничего не вколовала. Она повернулась, говорю, о-о-о-о. Я вытащила обратно, ну, там, поменяла иголку, обратно мою вколовала. И ещё что-то героическое. Наверняка что-то ещё героическое я могу сделать. Извините. Я не знаю, что ещё героическое. Не знаю. Честно. А! Гастроскопия. Я считаю, каждый человек, который когда-либо в жизни делал гастроскопию, это героический человек. Всё. Я не считаю, что это героизм. Героизм. Я считаю, героизм. Нет. Это как бы в порядке вещей. Это героизм. Особенно, если ребёнок делал гастроскопию. А когда ты делала эту... Бронхоскопию. Бронхоскопия. Тоже героические поступки. А ещё, знаете, самый героический поступок, это когда врачи злые, а вы им позволяете что-то на себе зашивать. Это тоже героизм. И зубы вырывают, когда без наркоза. Это тоже героизм. В общем, я героическая женщина. Действительно. Ну, вы там не ленитесь, тоже пишите. Да, пишите героические поступки. Я, видите, сколько придумала всего. И как раз вот в тему того, что нам особо нельзя, вопрос. От Вероники Прудник. Любите ли вы макарон пирожное? Макаронцы. Пробовали их испечь. Я сегодня испекла это пирожное. Я обожаю макаронки. Правда, в разных кондитерских по-разному готовят, и иногда очень даже невкусно. Но, нет, мы их не готовили, но мы их очень любим и периодически покупаем. Вот. Я даже не возьмусь их делать. Ну, я бы попробовала их сделать, но это достаточно трудозатратно. Да. И оно того не стоит, потому что через 3 секунды их уже не будет. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Прямо вот 3 секунды можно заметить, и их уже нет. Но мне не нравятся макаронки, которые достаточно твёрдые. А они во многих, в большинстве кондитерских, именно твёрдые. Мне нравятся воздушные макаронки, их редко где делают, но это просто шикарнейшие вещи. Когда там мысленистый крем и вот эти вот воздушные сами безешки. Я вот в инстаграме слежу за каким-то цветочным магазином. У них фишка такая. Они изготавливают коробки, в которые вложены макаронки и цветы под цвет макаронок. Или макаронки под цвет цветов. Да, там один ряд макаронок и большая. Нет, у них есть большая коробка, где два ряда макаронок. И большое поле цветов. И очень красивые, и макаронки эти все разноцветные такие. И в общем для души получаются цветы для тела макаронки. Очень красивый подарок такой можно сделать. Ну вот. Я бы на них не тратила время, потому что действительно через 3 секунды их уже не будет. Да нет, ну такие вещи, как там картошка, макаронки, я имею в виду пирожная картошка. Ну их можно купить. Пирожная картошка делается очень легко. Ну их можно купить, они везде продаются. Аня, гораздо вкуснее сделать своими руками. Не знаю, мне очень понравилось вот последнее. Картошка очень вкусная, когда дома готовятся. Мне очень понравилось, последний раз мы брали, да. В общем, я не знаю, единственное, это мама Эклера делает, и они вкуснее, чем везде. Я же не единственный Эклер делаю, я же еще что-то делаю. Не, ну я имею в виду из таких десертов в последнее время. В общем, благодарности на сегодня, даже не знаю, какие благодарности. Я тебя покрасила, уже благодарность. Ты меня покрасила. Вы заметили, я покрашена. Именно из-за этого, видно, меня продуло или что-то случилось, меня просквозило. Вот, но я благодарна, что ты меня покрасила. У нас сегодня было очень много планов по разбору приборов. Они все разбились об мою спину. И об мою аллергию. Потому что в пыли не было вложено в таком состоянии. Мама, хай-фай. Вай-фай. Хай-фай. Вот. Но мы с вами все равно увидимся завтра. Напишите свое любимое пирожное, свой героический поступок. И в чем вы себя ограничиваете? Если кто живет в Москве, завтра последний день. Ярмарки! То есть сегодня для вас. В воскресенье. Там будет очень много всяких мероприятий. На последний день намечено. В общем, можно оторваться. Так что мы вас ждем. И погода будет хорошая. На фестиваль варенья. Ну, а мы вас обнимаем, 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 обнимаем. Крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.